Это школа коллекционирования Олега Бравкова. Мы сегодня в очень интересном, знаковом, культурном месте Латвии, Риги. В музее, доме Райне и Аспазе. Здесь внутри есть выставочный зал, где сегодня проходит выставка картин, галерея. У меня задача найти художника, который расскажет про свою картину. И сегодня будет очень интересная игра. Я 4 раза буду записывать видео с человеком в разных ипостасях, разных форматах. Я сегодня буду как собиратель, как коллекционер, как инвестор и как торговец. Друзья, это интересная игра. Я обязательно не скажу, в каком видео кем я буду себя вести. Попробуйте угадать в комментариях, ниже напишите, и мы проверим, что вы знаете о собирателях, коллекционерах, инвесторах, торговцах. Поехали, добро пожаловать. Идем. Хорошо, мы находимся в галерее, мне повезло. Я нашел интересную картину, и рядом с ней был ее художник Николай Кривошеин. Я задам ему некоторое количество вопросов, он ответит, будет интересно. И, ребята, угадайте, кто я есть сейчас на этом видео среди собирателя, торговца, инвестора или коллекционера. Кто я есть сейчас. Окей, вы смотрите, угадываете, пишите в комментариях, а мы начинаем. Николай, здравствуйте. Спасибо, что согласились пообщаться со мной и ответить на мои вопросы. Я вижу у вас большая, яркая картина. Она одна из самых больших работ здесь представленных. и однозначно привлекает внимание. В каком стиле вы работаете? Что от меня зацепило? Объясните, пожалуйста. Я художник абстрактного направления, живописи. И, как правило, в технике холст-масло. Холст-масло. Предпочитаю работать с большого размера картинами. А почему так? Что это? Расчет на что? Почему большой размер? Ну, как почему? Большой художник должен работать с большими холстами. Окей, согласен. Итак, и? Нет, это на самом деле... Почему она меня зацепила? Это особый уровень какой-то эйфории, работы над большим размером. Мне это очень нравится. Маленький — это тоже прекрасно. Но большая работа — это другой полет, другой уровень полета. Так, и что меня зацепило? Почему я вот остановился, вот именно заметил вашу картину? Ну, я не знаю. Наверное, вас зацепила здесь какая-то выразительность, какая-то неординарность работы. Я так о себе скромно. Окей. Неординарность работы, какой-то уровень профессионализма и колористическое достоинство, наверное. И мне так кажется, да. Ну вот смотрите, на всех ваших выставках люди обращают внимание на работу цвета? Нет, на самом-то деле... Что цепляет людей? Я хочу просто понять массовую психологию. Что меня зацепило? Или комбинация цветов, вот это движение, зафиксированное, фиксированное, вот как бы статично, но все-таки движение? Это, ну, окей. Или это размер? Что это такое? Ну, возможно, даже это все в комплексе. Но вы же человек не чуждо искусству изобразительному, да. И когда человек годами живет в этой сфере, он так или иначе начинает обращать на какие-то ценности работы, которые действительно можно отнести к профессиональным ценностям, да. А не просто там содержание или там что-то похожее очень на что-то, да. Ну да, да. Конечно, люди не проходят мимо, но бывает и так часто. Часто, что и даже, можно сказать, подавляющая часть неподготовленного зрителя, они видят в этом мазню или ничего не видят. Или начинают искать что-то, вот, какой-то сходство. То есть ваша картина, в принципе, только для избранных, да? Некоторое количество людей понимают. По большому счету, да. По большому счету, да. И где они обычно собираются, такие люди? Вообще существует такое мнение, и я с ним согласен, что художник все-таки делает работу для себя. Художник в этом деле с оговоркой – честный художник. Честный художник, который не пытается сделать конъюнктурную работу для продажи или для понимания ее массовым потребителем, да, а делает для себя и автоматически, если он действительно талантлив, если он честен по отношению к искусству, так или иначе, с годами он опережает какое-то вот массовое понимание этого предмета и рискует остаться никем не понятым, остаться один. Вы сейчас про себя или вообще в принципе? В принципе, но, наверное, я к этому в какой-то мере близок тоже, да, потому что я из тех, кто вот, ну, не думают о том, как бы ее продать, вернее, не пишут работу для того, чтобы ее продать. Я стремлюсь к схеме, чтобы делать то, что мне нравится, то, что я люблю, то, что по моим понятиям мощно и высоко. И если она продается, то это вот идеальная схема, когда ты занимаешься любимым делом, а тебе за это еще и деньги платят, да. Вот я стремлюсь к этому, да, но, естественно, приоритетным для меня это постановка какой-то профессиональной высокохудожественной задачи и максимальное приближение к этой задаче, к выполнению этой задачи. Но все равно у вас есть какая-то группа поддержки, не знаю, ваши фанаты? Да, конечно, конечно. А где они, где они обитают вообще, как вы знаете? Ну, по всему миру обитают. И, то есть, мои работы в разных коллекциях, в разных странах, начиная от ЛАТ и, там, Россия, Америка, Германия, Финляндия, ну и так далее. Это как бы вот этот банальный список, когда всегда в конце севи люди пишут, я уже стараюсь этого не делать. Ну, факт такой есть, что, да, и во Франции есть мои работы. Ну, как они вас находят? Ой, это каждый раз случайно и непредсказуемо. Был у меня однажды такой случай. Предложили мне поставить свою страничку в журнале «Рига Гайд». «Рига Гайд». И позвонила мне женщина-американка. Очень состоятельная семья. У них там какие-то нефтеналивные танкеры, они гоняют по всему миру. И нужно было им год жить в Риге. Они сняли в Бергу базар, целый этаж. И они увидели мой анонс в этом журнале. Встретились со мной и сказали, нам нужны две картины. Абстрактные. Именно абстрактные. Именно большого размера. Это на самом деле чудо какое-то, редкость. В Латвии я такого не встречал. Не встречал. Есть конкретный запрос какой-то. Да, они пришли семьей с предложением, покажите что-нибудь. А у меня довольно много, большого размера. Я выношу одну, они говорят, берем. Еще покажите. Я выношу еще одну. Берем. И так я все, что они не выносили, им все нравится. И они сидели, наверное, часа полтора. между собой спорили, ругались, выбирали. Вот эта проблема была выбрать. Это замечательно. А вот как вы могли бы сказать, они резонировали с чем? Что они покупали? Очень трудно сказать, потому что они... Что они получали из ваших работ? Я заметил. Что это было? Я заметил то, что они в этой сфере все-таки образованные люди. Образованные люди. Потому что им нужно было современный именно интерьер обогатить абстрактными работами большого размера. Для меня как-то было даже удивительно. В конце концов, они после долгих споров выбрали не две, а три работы. Ну и с продажи этих работ этой женщине-американке, я знаю ее имя, но, наверное, говорить не буду. Хорошо. То есть с продажи этих трех картин я купил себе квартиру сразу. То есть это было очень успешно, это сделка для нас? Да, да, да. Это вот такой вот... Да, да, да. Такое событие, которое, ну, можно сказать, не знаю, не чудом, скорее всего, это даже закономерность. Но, скорее всего, это как-то не в наших Палестинах, не здесь. А вот в той же Америке люди готовы к восприятию такого рода искусства и готовы платить за это деньги. То есть в Америке есть интерес, да? Да, да, да. К вашему творчеству. Ну, в Германии, в Италии, конечно, конечно. Вот там они более подготовленные, как ни странно. Наши же все-таки предпочитают понятное больше. Ну, вот вы сказали, что вот о ваших работах вот в интернете на страничку, да, вот создали, написали. А что еще о вас пишут вообще? Где-то печатные издания, что-то как-то уже известно где-то, что-то о вас? Ну, печатные издания, на самом деле, довольно много каких-то журналов, газеты, пресса. В интернете очень много именно интервью каких-то. В последнее время меня частенько приглашают на телевидение, на радио. То есть, ваше имя, оно как бы звучит, да? Да, да, да. Постепенно, постепенно начинается какой-то интерес больше ко мне как художнику, к серьезному художнику. Николай, я вот вижу, у вас тут на стенде есть, это каталог ваших работ, да, вот какой-то? А, да. Что это такое? Да, вот я вам покажу сначала каталог, правильно говорить, каталог. Каталог, окей, Каталог, запоминаем про из области терминологии, профессиональная терминология в сфере изобразительного искусства. Отлично. И картины не рисуют, а пишут. Рисуют рисунки. Это вот такой каталог вышел у нас несколько лет назад и презентация каталога была приурочена к моей персональной выставке в аукционном доме Витбер в Риге. Есть такой аукционный дом Витбер. Сейчас я его даже прорекламирую. Вот Витбер, пожалуйста. То есть они спонсировали этот каталог. Они за свой счет, да? То есть они посчитали нужным за счет аукционного дома. То есть вы с ними сотрудничали? Я с ними сотрудничал, да, конечно. И на этом аукционе была продана одна моя работа очень хорошо. Сейчас тоже продолжаете работать? Они действуют? Я как-то в последнее время не очень даю на аукционы работы, потому что они все-таки больше ориентированы на антикварный рынок, на работу старых мастеров. Да. И как не досадно как-то в нашем городе довольно много аукционных домов, аукционов, но нет ни одного аукциона современного искусства. Так что для того, чтобы иметь успех на этих аукционах, нужно, наверное, стать старым мастером, а еще лучше после смерти. Да, оказаться, да, в статусе антиквариат. Но тоже не факт. Ну хорошо, вот можно подержу немножко? Вот в принципе вы сказали, одна работа была продана, это было успешно? Это было очень успешно, потому что стартовая цена была превышена раз в пять, наверное. Вот так. У меня даже есть скриншот. Аукцион остался доволен? Ну, конечно, потому что каждый аукцион с продажей картины имеет 30%, 10% с комитента и 20% с покупателя. Выгодный бизнес. Да. Вот. Так что... Хорошо, вот для повышения известности, где вы еще, узнаваемость, я бы сказал, где вы еще участвуете, какие-то социальные проекты или что-то. А, ну да. Я вот вижу, на стенде у вас большая толстая книга. Что это такое? Да, да, да. Большая толстая книга это был такой проект коллекционера изобразительного искусства и обладателя бренда United Color of Benetton Лучано Бенеттона. Он коллекционер мирового уровня. Вы участвовали Вы участвовали в его проекте? Я участвовал в его социальном проекте. Что это за проект? Проект называют Imago Mundi. Imago Mundi. Название проекта? Вот. Вот это логотип проекта, а это каталог латвийских художников. Это чисто вот работа Латвии? Это Латвия. Это художники Латвии, да. Но, естественно, не все, кто попал туда, может попасть. А в проекте все страны участвуют там максимально возможно, да? Да, 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 да. То есть он делает какой-то проект по отдельно каждой стране. И вот этот проект по Латвии. Здесь ваша работа, да? Здесь моя работа. И куратором этого проекта на территории Латвии была Байба Моркана галерея Бастейс. И то есть именно Байба Моркана это одна из самых таких серьезных галерей в Риге. Она делала подборку художников, высылала приглашения и мы на него откликнулись. Схема такая, что каждому художнику выдается такой небольшой холстик на подрамнике 10 на 12 сантиметров. Вот. Это моя работа. И там есть картины других художников. И есть реалистичные, есть такие концептуальные работы. А вот так не видно. Я так немножко пролистаю. Разного рода работы. Но тем не менее это своего рода избранная часть сегмента латвийской художнии. Да, художниной жизни. Вот такое каталожище, которое выдавалось каждому участнику. И вашему покорному услуге тоже досталось. Николай, скажите, вот каталог выпустил аукционный дом, вот этот социальный проект выпустил книжку с вашим именем. Как-то это влияет? Вы почувствовали какой-то интерес к вашему творчеству? Статусность повышается? Что-то происходит в вашей жизни? Несомненно. Любой проект, любая выставка, любая публикация, любая публикация работы в каком-то печатном издании, она так или иначе повышает ценовую нишу на работы этого художника. Однозначно. Однозначно. Ну, потому что это как бы своего рода паспорт, что ли, к картине. Если, скажем, покупает человек мою картину, которая репродуцирована в моем каталоге, я дарю ему при покупке картин, я дарю ему этот каталог, это лучшее подтверждение подлинности картины. и коллекционеру всегда приятно, когда он держит каталог, в котором репродуцирована работа, которой он владеет. Правда? А вот есть такой вот каталог художников всего мира, вы там как-то тоже фигурируете? Ой, фигурирую я не знаю, о каком каталоге вы имеете в виду. Я, к сожалению, названия не потому что их там не один. Если где-то присутствуете, просто скажите. Ну, есть у нас такая галерея, аукционный дом Антонио. вот, все, все, вот я сейчас не вспомню название этого каталога, каталога, то есть все работы, которые продаются на аукционе этого дома, они так или иначе автоматически как-то у него есть, у владельца есть договор с этим каталогом, и они так или иначе туда фиксируются информацию поставляют участникам, да? И цена продажи, и как-то так. Ну, у меня было такое. Скажите, Николай, как увидеть свое будущее, какое-то участие, не знаю, где-то, в чем-то, как вы социально активны вообще? Да, да, я стараюсь быть, то есть я стараюсь бывать обязательно на каких-то планерах, симпозиумах. Например, с удовольствием я несколько планеров, участник нескольких планеров в городе Кирове, организованных Кировским художественным музеем. Киров – это моя родина, Вятка. И Кировский музей организует планеры в Оснецовской Рябово. Такой планер есть, в селе Рябово, где жили братья Оснецовы. Выросли, жили, и батюшка там служил в церкви. И после каждого планера музей отбирает в свою коллекцию одну-две работы. И моих работ в Кировском музее уже штук семь, наверное. Вот. Так что участки в планерах – это очень важный маркетинговый ход, в плане обмена знакомств и обмена каким-то опытом. Да-да-да, это очень важная вещь. Ну и как стимул тоже для соперничества с другими. последний вопрос скажите, где можно, как можно чисто технически посмотреть какое-то количество работ, которые у вас есть на руках, и как-то поделиться с покупкой. С вами нужно общаться, с вашим представителем. представителей у меня нет, брались некоторые люди за дилерство именно моих работ, но как-то у них не получалось. Казалось почему-то, что это так все просто и легко, на самом деле это работа, и мне приходится пока ее возлагать только на себя. я понял, а вот посмотреть ваши работы есть возможность, с вами договориться, а вот такой вопрос, если я возьму 5-10 работ, какая-то такая разумная цена будет? Есть такой оптовый подход к ценообразованию, оптовые скидки, почему нет, почему? Можно с вами разговаривать на эту цену. Гибкая система, но конечно это не на порядок, это будут какие-то процентов от 10 до максимум 20 скидки, но тем не менее, оптовая скидка имеет место быть. Здорово, большое спасибо Николай, было очень интересно. Спасибо, что интересно вас слушал. Дорогие друзья, у меня игра в галерее, вы определяете, кто я сейчас был, в какой ипостаси, то ли я собиратель, то ли я коллекционер, то ли я инвестор, то ли я торговец, пишите внизу под видео комментарии, как вы думаете, кем я сейчас был, и укажите минуту на видео, на которое вы решили, что я именно вот этот. Повышаем профессионализм вместе со школой коллекционирования Олега Бравко, смотрим наши видео, а пока, пока, пока. Всем добро.